Привет, меня зовут Филипп и я ведущий менеджер Mindbox. Сегодня я расскажу, что такое омниканальность. Омниканальность, по сути, это объединение разрозненных каналов общения с клиентом в единую систему таким образом, чтобы для него этот опыт общения с брендом стал бесшовным. Сейчас я расскажу это на примере и станет гораздо понятней. Вот, скажем, есть Петрович, крупный бренд. У Петровича есть мобильное приложение, оффлайн, онлайн, различные сегменты, группы, аудитории и все такое. Чтобы маркетологи Петровича могли бесшовно общаться с клиентом через различные каналы, такие как Viber, SMS, email, мобильные пуши, они объединили все данные о клиенте в одной точке и, собрав все вот эти данные, которые о клиенте есть, начали на основе их строить сегменты и запускать рассылки. А сейчас к более частному примеру на реальном клиенте, в вашем покупателе. Давайте представим, что никакой омниканальности в вашем бизнесе нет. Допустим, у вас пиццерия. Представьте себе покупателя Колю. Коля захотел пиццу. Он зашел на сайт пиццерии, положил в корзину пиццу паперони. После этого он отвлекся на звонок и, поскольку телефон был у него в руках, он открыл мобильное приложение, оп, никакой пиццы нету, ее надо снова добавлять в корзину. Он добавил ее в корзину, начал оформлять заказ, увидел, что время доставки пиццы вообще час, бросил все это дело, пошел в пиццерию в оффлайне рядом с собой, сделал заказ. Если у вас сайт и мобильное приложение в одну систему не объединены, не говоря уже об оффлайне, вы подумаете, что какой-то клиент бросил оформление заказа на сайте, потом, возможно, другой какой-то клиент бросил оформление заказа в мобильном приложении, а потом какой-то третий клиент оформил заказ в пиццерии. Но на самом деле это был один человек. А теперь представим ту же самую ситуацию, но когда мне канальность в бизнесе есть. Клиент Коля уже когда-то покупал у вас в пиццерии, и вы знаете об этом. А еще вы знаете среднюю периодичность его покупки и уверены в том, что в ближайшее время он закажет свою любимую пиццу. Вы присылаете ему имейл-рассылку с промокодом на пиццу Пепперони, потому что вы знаете, что он больше всего любит Пепперони и часто ее берет. Клиент пропускает имейл-рассылку, но ничего страшного, ведь у нас есть его мобильный телефон, и мы отправляем ему мобильный пуш. Он увидел пуш, перешел в мобильное приложение, начал оформлять заказ с промокодом, который ему выдали, увидел, что скорость доставки будет час, и решил, дойду-ка я снова до этой пиццерии, применю свой промокод и оформлю заказ. И вот он идет ногами до пиццерии, оформляет заказ, применяет промокод, который ему выдали в мобильном приложении, и так пиццерия узнает, что коммуникации, каскадные от имейла к мобильным пушам, в итоге привели к продаже в офлайне. Примерно так и работает умниканальность для вашего покупателя в жизни. При этом мы знаем, что вот он оформил заказ, мы не шлем ему лишние коммуникации, клиент доволен. Какие есть плюсы по умниканальности? Во-первых, вы лучше знаете своих клиентов, то есть вы загружаете все данные изо всех источников, как это делает Петрович, а потом на основе их сегментируете и предлагаете какие-то релевантные скидки, предложения, бонусы. Дальше вы начинаете эффективнее коммуницировать с клиентом. Вы знаете, что имейл ему не нужен, он предпочитает вайбер, а если он не любит вайбер, мы отправим ему смс. И можете настраивать цепочки в зависимости от того, как и что клиент делает. Как умниканальность сказывается на результативности бизнеса? Например, Петрович в два раза сократил расходы на свои коммуникации благодаря программе лояльности и каскадным рассылкам. Каскадные рассылки – это когда от более дешевого к более дорогому каналу. Когда Петрович знает, что на смс клиент не отреагирует, они его просто не отправляют. Но, например, отправляют в вайбер. Здесь можно подробнее прочесть в кейсе, сколько денег сэкономили, какие каналы использовали, были и мобильные пуши, и имейлы. Главная суть умниканальных рассылок в общем-то одна и та же. От более дешевого канала к более дорогому. И только благодаря умниканальности мы знаем, через какие каналы коммуникации клиент общается, какие каналы ему интересны, а какие можно проигнорировать и не отправлять, и, собственно, сэкономить деньги. Третий поинт заключается в том, что умниканальность позволяет увеличить, сильно увеличить скорость запуска механик, который у вас есть. Вот так Burger King на основе тех данных, которые у них централизованно хранятся в одной CDP, начали запускать акции за 20-30 минут вместо нескольких часов или даже дней. Почитайте в журнале, интересная история, там директор департамента диджитал-проектов рассказывает о том, как это все происходило и как запускались. Следующий плюс, который я очень хочу подчеркнуть, это то, насколько клиенту удобнее общаться с брендом, когда есть умниканальность. Вовсторис. У них огромное количество каналов. Эмейл, вепуши, смс, виртуальные кошельки, мобильное приложение. И в этом кейсе, который я сейчас открыл, как раз есть примеры коммуникации через мобильный кошелек. Что интересно, если у клиента установлено мобильное приложение, в таком случае мы шлем мобильные пуши через него. Если мобильного приложения нету, например, у коллег пока нет приложения на андроиде, то в этом случае клиент может получать пуши на свой мобильный телефон через виртуальный кошелек. А виртуальный кошелек выдается при регистрации в программе лояльности на кассах. Приходит такая смс, там можно установить, если хочешь, и получать триггерные и транзакционные пуши, например, по движению заказа или по появлению интересных новинок в продаже. Напоследок хочу рассказать, как омниканальность помогает принимать правильные решения на цифрах. Немного душно, но это все-таки важно. Когда у вас данные приходят из разных источников, централизованно, вы их все видите, они прозрачные, вы понимаете, откуда что приехало, и нет ошибок, вы видите, как каналы влияют друг на друга. Каналы, источники продаж, реклама и так далее. Так Том Тейлор, настроив у себя омниканальность, выяснили, что реклама в онлайне активно конвертирует людей в оффлайн-продажи. И с этим знанием они смогли понять, что e-commerce – это, во-первых, полезно, выгодно, и даже если у вас в интернет-магазине не пошли покупать брюки и рубашки, вполне возможно, что ваши клиенты пошли это делать в оффлайне. Без омниканальности вы, скорее всего, этого не увидите, или это будет очень сложно понять. Ну окей, омниканальность звучит круто, все убыстряется, упрощается, дешевле становится, а какие же минусы у этой истории есть? На самом деле их, как мне кажется, два, но они довольно существенные. Первый – это то, что чтобы омниканальность вообще у вас работала, ее нужно внедрить. Рассказ о том, как внедряется омниканальность, я советую прочитать в журнале в истории UDOO. Там ребята рассказывали, как им было сложно интегрировать единую платформу, начать передавать в нее данные, зато потом они смогли с помощью силами одного человека запускать очень много механик в мобильных пушах, в имейлах, смс. Второй момент – это то, что по сути для омниканальности требуется отдельный человек, которым этим будет заниматься, будет знать из каких систем, в какой момент, какие данные приходят, чтобы запускать на основе этого механики. И не у всех есть ресурсы на отдельного человека. А теперь давайте тезисно. Омниканальность – это когда все данные из разных источников относительно клиента интегрированы в одном месте и позволяют настроить бесшовное общение с клиентом. Я могу делать заказы в мобильном приложении, интернет-магазине, продолжать этот заказ в офлайне, и бог еще знает что. Плюсы омниканальности в том, что это очень удобно для клиента и позволяет экономить бизнесу на рассылках, запускать новые гипотезы, проверять их и быть уверенным в том, что вы работаете с чистыми данными. Минус в том, что омниканальность нужно в свой бизнес интегрировать. Это бывает нелегко, особенно если у вас много платформ, точек входа и так далее. И, конечно, для этого в идеале вам нужен отдельный человек. Если вас заинтересовала умниканальность, я советую почитать историю успеха Юду, Петровича, Бенетона, Твовсторис, Том Тейлор в нашем журнале. Там подробно рассказывается, как, что, куда интегрировали, какие каналы и так далее. Если ролик вам был полезен, поставьте лайк. Если не полезен, поставьте дизлайк и напишите в комментариях, как мы могли бы сделать его еще более содержательным. Пока!